Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с самым простым эпоксидным клеем. Он у нас двухкомпонентный, смола и отвердитель. Все привыкли им заклеивать, склеивать детали, запчасти. Ну а мы сегодня сделаем с него хорошее вещество. Посмотрим, что из этого получится. Вам всем приятного просмотра! Поехали! Смолу будем разбавлять согласно инструкции. По массе это 9 к 1. Правда, маленьким шприцом это делаю, по большей мастерской сейчас не найду. Но добавим где-то примерно с вами 18 миллилитров смолы. И добавим немножко ацетона. На сфильшку, чтобы он был у нас более жидким и быстрее застыл. И все это дело хорошо перемешиваем. Подставляем пока его в сторонку, пускай настаивается. Взял ровно лист ДСП. Беру самую обычную пищевую пленку, укладываю ее. При помощи клейкой ленты зафиксирую. И пару раз обмотаем нашу деревяшку. Берем бумагу формата А4, укладываем. Немножко наливаем. Теперь взяли любую банковскую карту. Я не знаю, чем удобно будет носить. Можно кистью. И начинаем наносить. Видите, как бумага промокать начинает. Главное, чтобы не была бумага слишком плотной и глянцевой. Одел перчатки, чтобы не испачкать. Теперь так же поступаем аналогично с ослеящим листом. Укладываем его сверху. Желательно ровненько. Разглаживаем, убираем излишки с предыдущего листа. Буду делать, пока у меня хватит самого раствора. Кто считает, сколько листов уже? Ну, осталось на один листик, на седьмой. Ну, осталось поставить под пресс, под гнет. Ничего лучше я не мог придумать. Так же обмотал стрич-пленкой щит. Укладываем его сверху. И сейчас с нескольких сторон зажмем струбцинами. Затянул все струбцинками и останутся сохнуты на 24 часа. Так, друзья, прошло у нас более суток. Но я сомневаюсь, что высохло, потому что помещение не так тепло. 16 градусов всего в мастерской. Но, тем не менее, будем смотреть, что получилось. Так, отошло хорошо. Не, оно высохло. На удивление, подсохло. Хорошо зажато было. Вот. Получился у нас такой материал с вами интересный. Ну, ему еще надо немножко, наверное, подсохнуть все-таки. Сейчас попробуем на срез его. Прям очень интересный такой получился. Даже вообще не скажу, что это бумага. Давайте прям кусочек небольшой отрежем. Плотненькая. Так, вариант для каких-то поделок. Какие-нибудь коробы делать. Можно разрезать клиноположки. И можно склеивать что-то. Можно толще еще делать. Это я просто попробовал. На минимальном количестве смолы. Так что, получается офигенно, друзья. Плотная. Как видите, никакого... Прям как единое целое. Скажете, что это бумага? Нет. Я не скажу. Так что, друзья, получился вот такой вот интересный материал. В то же время он эластичный. Пока еще, наверное. Может, потому что не досох полностью. Но и в то же время возвращается к своей форме. Можно делать какие-нибудь подделки. Что-то для чего-то пригодится. Как идея, я думаю, будет супер. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. С вами я прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok